Вот смотрите, логически мы всегда перед магазином стоянка. Это у всех уже в крови стало за последнее время, как мы стали ездить на машинах, да, мы стали побогаче жить, как бы у всех машин привезли. Всегда теперь перед магазином, перед таким большим, как магнитом, это всегда стоянка. И там и пешеходная зона, и стоянка эта везде всегда одинаковая. Да не, вы путаете. Да, это всегда. Вы понимаете, вы должны знать правила дорожных движений. Вы уже очень выкупите без меня, ребят. Ай-яй-яй, куда едешь-то? Думаешь, куда едешь вообще? Черт, я прохалился. Куда едешь-то вообще, думаешь? Ну да, думаю. Знак пешеходная зона видел вообще? Видел. А что, полицейский не хочет эвакуировать, да? Как, вы не хотите, чтобы дети ходили тут спокойно? Вы что, против народа, против Путина? Вы так и скажите. А вы про вакуатор молодой человек. Здравствуйте. А вы снисоропед. Сюда, отец, в эту катушку. Да. Православный пред, на каком-то, наверное, хорошо. Как можно служить? Православный, дастся честно. Как же вы так умудрились нарушить правила дорожных движений? А где? А если на пешеходную зону расплевать пешеходок? Знаки, обратите внимание, везде установлены. Всегда здесь заезжали. Обратите внимание, знаки установлены. 5.33, вот такие, как здесь. Называется пешеходная зона знания. Повнимательнее они. Отделай, сделай. Давайте поскорим. Давайте поскорим. Вот, видите, сильно стоит. Вообще не заезжай. Отсюда. Отсюда подопут. Да, ну как же. А ну как, что-то там. Страва должны быть. Продекрасно, не знаю. А то вообще там не перелетят. Ну все видно, а вам нет. Надо же просто повнимательнее смотреть, наверное. Мне так кажется. Да, не было. Я понял, поставили два месяца назад. Поставили, да, да. Пешеходную зону теперь. Съедьте, пожалуйста, в пешеходную зону. А то как-то некрасиво. Можете вон там машинку поставить. Вот буквально после пешеходного перехода. А где? После пешеходного перехода. Вот прям тут. За джипом. И будет здесь, смотрите. Вот, вот, обратите внимание. А есть можно стоит? Вот, да, конечно. Знаки. Здесь нету стоян? Нет. Пешеходная зона. Все хорошо, спасибо. Короче, пути вон куда-то вы, выезжайте. Хорошо. Повнимательнее просто нужно быть. А то, что вы куда-нибудь попадете в аварию. Нет, ну вы вообще тоже знаете, как надо ставить все-таки красным. Ну, посмотрите, какая белость. Чтоб тебя же заметили. Ну, как это возможно? Ну, скажите, да. Это ГОСТ. Это ГОСТ. Какой знак по ГОСТу. Ну, скажите, ГОСТу у нас живые люди. Скажите живым людям, что знаки нужно стать красными. Ну, как вообще? Вот ведь покажите в телевидении знак, чтобы видели нормально, да? Это конец зоны, он серенький, да. Вот, когда всегда здесь уже несколько лет обычно стоянка, и тут вдруг поставили знак, как его автомобиль струбить. Надо красный знак и несколько красных станет. Как вас зовут? Как вас зовут? Отец Виктор. Виктор. Смотрите, значит, здесь всю жизнь был тротуар. Это водители превратили его в стоянку. Смотрите, свеликий тротуар для людей, люди ходят. Больше тут нет другого тротуара. Сейчас специально знаки еще поставили, чтобы еще лучше видели водители. Понимаете, что? Ну, красный, поставьте красный, пожалуйста. Ну, тогда будет. Вот, по желанию поставить красный знак. Умер АМР. Кстати, интересно. Так, снижаем. Сейчас мы будем. Казал, я на знак внимательный пусть смотрит. И уезжаю. Сейчас я чувствую, пока ГАИ приедет, все уже здесь. Будет чистая парковка. Ну, так бывает иногда у нас. Потому что ГАИ долго едет. Вы съезжаете, да? Да. Спасибо. Ну, я все, что хотел, я вам сказал, и я вас понял. Все, мы поняли вас. Хорошо. Передайте, пожалуйста, обеспечивайтесь, чтобы красный. Мне так будет желательно. Передайте. Так, водители не считаем, наверное, на верну. Знаки водителя. Здравствуйте, водитель. Доброе утро. На пешеходную зону в ошибочную попали. Не заметили, видимо, знака 5.33. Вот, обратите. Не заметил. Везде тут периметр, он такие синий, что установлен. И там тоже. Не задумывай. Так что проезжей части припаркуйте, пожалуйста. Спасибо. Поставить машинку можете везде вдоль дороги здесь. Да, там нет запрета до 27.300. Какое-то? Знаки такие стоят. Хорошо, до свидания. Так, святой отец съезжает. Так, батюшка у нас уезжает. Да, дальше. Вот он. Хорошо. И еще один. Как они не видят? Это же просто умом не постижает. Потому что знаки. Молодой человек, вы, наверное, не заметили там знак пешеходная зона? Не могли бы припарковаться вот тут вдоль проезжей части везде? Нет, не парковаться, просто поехать. А как вы по пешеходной зоне будете ехать? Не заметил, говорит, да? Не заметил. Ладно, что куда не поехали. А водитель СТЭКа все-таки скрыться, решил. Смотри, СВСА. Вот, собственно, совершил ДТП, да, и вскрывается сейчас человек. А где будет обещано? А? Где будет обещано? Пока не знаю. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Молодой человек. Вызывали Гаиху? Да, вызывали. А по какому номеру позвонили? Можно я тоже узнаю? Не знаю. Как его зовут? Алексей. Вот смотрите, логически мы всегда перед магазином стоянка. Это у всех уже в крови стало за последнее время, как мы стали есть на машинах. Мы стали побогаче жить, как бы у всех машин привелись. Всегда теперь магазин перед таким большим, как Магни, там это всегда стоянка. И там и пешеходная зона, и стоянка это везде всегда одинаково. Да не, вы путаете. Да, это всегда. Все, можно разговор без телевизора? А на кого он наедет? У меня. Да. Нет. Что, у вас сама полиция даже не знает, а сюда заезжает, да? Нет, ну с маяками и может. С маяками. А на них включится в любом. И моментально, ну так. Отлично. Вот так отлично. А можете представить? Ну, спектр ДПС Заренко. Заренко? Сейчас. Да. Заренко. Да, да, да. Тридцать пятьдесят шесть ноль четыре девяносто. Вот, ну и валилы. Совершенно. Да, да. На вас наедет. Пострадали мои штаны. Второй ДТП. Скрылся. Я понял. Да, да. Документы с личным. Хорошо. Перезвоню через пять раз. Тридцать шесть ноль ноль сорок один. Спасибо. Вот пешеходная зона инспектора. Два наезда же было. Стоят. Нужно было желательно эвакуатор сюда. Других инспекторов. Может пройдете как раз посмотрите кто в машине. Стоят. Наехал? Стоят. Стоят наехал? Стоят наехал. Стоят наехал. Вот водитель. Вот водитель. С задним ходом двигался наехал. На ногу. Ну вот. За грязнью водитель. Ущерб. Вот этим местом. Вы страдаете? Ну телесно нет. Но надесен только имущество. Вот. Вот это. А вторая скрылась. А где водитель? Вот. Водительская. Страховка. На месте. Свидетельства. Гественников. Стар. А зачем? У меня только штанам вредились. Только имущество. Скоро надо посмотреть. Скоро надо позвонить туда у вас. Кто бы кто? Ну вроде мне нет. Выберите штору. Ну мне она не нужна. Вы же пострадали. Пострадали мои штаны. Я слава Богу не пострадал. Производную службу, фамилия Милыч, что у меня с рождения, проживаю, теперь контактный телефон, работаю. Хорошо, и там к вам присяду? Нет, к себе. А как, вы будете писать в машине что-то, а я буду стоять на морозе? Я буду стоять в машине, почему на морозе? Машину нельзя. Почему? Ну, потому что с другая сторона, сказать заинтересованный лист, чтобы это было... Нет, так он тоже может рядом сесть? Не надо тут садить. А по-моему, для этого. Дайте ручку, что-то. Пешеходная зона. Вон знак там, 533 сзади. Что случилось, Алексей? Да кто вы такой, чтобы требует, чтобы документы были? А что у вас случилось? У меня случилось, что вот человек незаконно заблокировал мою автомобиль. Удерживает незаконно уже больше десяти лет. А давайте на него полицию вызовем? Да и все. Я хочу просто поехать. Вызовите полицию на него и все. А зачем он это сделал? Зачем вы достали баллончик? Рука просто. А не, вы сказали, применю физическую силу уберу. Я не говорил, ребят. Я слышал. Вот на камер себе записываю. Поэтому я ничего не делал такого, чтобы меня заблокировать. Я могу вот проехать. А куда вы хотите ездить? Очень просто. Я хочу добавить. Дело в том, что, может быть, вы не заметили, но вы находитесь на пешеходной зоне. Я не заметил. Я не заметил. А касание было вообще? Нет, вы просто передать документы должен по моему А почему я должен? Это по вашему мнению. Я сейчас, понимаете, чтобы задерживать должны быть законные требования. Они, сейчас, незаконные ваши требования. Вызовет баллончик. А причем? Кто же вас задерживал? Он, получается, стоит на пешеходной зоне? Правильно, как получается? Он встал сзади автомобиля, чтобы я не мог ехать. На пешеходной зоне? Но он на дороге встал? Или на пешеходной зоне? Я вам предлагаю вызвать полицию, чтобы меня задержали. За то, что я вас задерживаю. Кстати, вот, да. Вот полицейские стоят. Вы можете легко к ним обратиться. Они его задерживают, если он совершил что-то незаконное. Тюрьму там на бутылку. Вы же говорите сами. Я незаконно. Незаконно – это значит просто. А сейчас меня незаконно удерживают. Загласьте. Можете вызвать полицию, пожалуйста? Для этого. Вам проще будет сделать – передать документы, уедете через 5 минут. И все. Чего вы думаете? Документы и через 5 минут поедете. Ну все, а где этот, который орал? Что-то там нам разобьют. Он убежал. Он убежал, да. Убежал. Убежал. Просто внимательно на знаке обращать внимание и все. В чем проблема? А зачем вы сюда заехали? Мы к вам к личностям никаких. Каких претензий не имеем? Мы не имеем. Дело в том, что мне, допустим, непонятно, зачем сюда вы заехали. Если вот тут вдоль всей дороги можно парковаться вообще с работой. Везде, покажите. Где можно парковаться? Везде. Вот тут, вот там, вот здесь. Вот здесь точно можно? Конечно. Конечно можно. Марин, ты иди, пожалуйста, ты хоть иди. Каждый день? Марин, иди. Марин, иди. Иди. Нажмите. Где надо? Иди. Смотрите. Дело в том, что вот действительно вот здесь никаких запрещений знаков нет. Можете парковаться. Вам нужно публично попиариться. Ну, пиариться. Нам просто интересно понять логику водителя, который сюда заезжает. Удобнее здесь, чем на дорогах, правильно? Может, не зацепить никто, правильно думаете? Нет. Не в этом дело. Вот здесь в магазин. Человек пошел, чтобы купить продукты. Здесь всегда была парковка. Кому-то просто вы, я как понял, у кого-то работает, чтобы чисто землю отжать или в аренду. Вот и вся ваша тема. Так же вам проплатили, вы двигаетесь. Нет, как раз он говорит, вот парковка отжал. Вот этот ДСК, который строил, он вырубил незаконно. Ну, а вы, получается, проплаченные ребята, которые двигаются. Если вы бескористны, я не знаю, вам видней. Мы добились установки знака пешеходной зоны. Не только здесь, а уже в проблемных местах 15-20 тысяч. Сейчас вот так варится, вы обеспечите сначала подъезд к магазину. А они при чем? А зачем? А зачем магазин? А потом уже пиаритесь. Вот так вот. Алексей, ну-ка быстро подъезд к магазину обеспечил тут. Конечно, лопату. Да, лопату тащи и подъезд. С камерами бегать. Пиариться, как они сами. Смотрите, я заехал на пешеходную зону. Получается, у меня здесь заблокировали. Правильно я понимаю? Да, имеем право. А вы имеете право так сделать? Ну, конечно, человек умеет право стоять. Ну, я в умею право стоять. Вы их видели знак или не заметили? Ну, честно сказать. Я знак не заметил, ребят, я честно. Зря, зря. А представьте, на встречку так вы, ну, выехали бы на встречку. А ребенок забьете их. Какую встречку? Ну, например, вот не заметили знак, выехали бы на встречку. Это лишение прав. Это штраф сегодня. Вдруг, я говорю. Не, просто тут ходит много детей, тут ходит много детей, действительно, не ровен час. Понятно, что вы платили деньги, вы тут снимаете и на YouTube выкладываете. Ну, конечно, лайки, просмотры, там, донаты обязательно. Репосты. Да. Я не знаю. Дизлайки. Ссылки на донат в описании. Еще дизлайки. Дизлайки есть. Можете поставить дизлайк. Если не согласен. Я не знаю, дизлайки в вашем доме. Ну, ладно. Ну, ладно, вы хотите уехать в суд, правильно? Побыстрее. Да. Вон, есть полицейские. Подойдите. Вон, полицейские подходят. Сейчас подойдут. Хорошо. Просто побыстрее. Я вам предложил время, как можно быстро. Да. Пойду потом. Да, хорошо. Девушка, нет! Нет! Здравствуйте, девушка, вас сейчас оштрафуют, если отсюда не уедете, потому что тут пешеходная зона, вы пропустили знак, так что уезжайте отсюда быстрее. И там стоит полиция. Сейчас опять отрушает мужик, что-нибудь скажет нам. Мы с мужиком сами обещаем. А вы вон тот знак видели? Какой? Вот. Подойдите, снимите его поближе. Серьезно, да? Конец пешеходной зоны. Правильно. Правильно. Ничто. Думайте, если умеете. Думайте. А что это значит, скажите нам, уважаемые пешеходы? Нет, что это значит? Зачем думать-то? Мы подумали, а потом увидимся и отсудим. Странно, дедушка. Сколько мне ждать, скажи? А вот сейчас оформят сотрудники, там двоих и троих. Минут тридцать. Тридцать ждать? Долго. Ну там троих. Мы же не можем это сказать. Давайте быстрее. Вот тут все. Минут тридцать. Не надо сюда заезжать. Вы, видимо, упустили там знак пешеходная зона. Если вы не хотите быть оформленными гаишниками, то пожалуйста, уезжайте отсюда. Не за что. Дело в том, что вы сейчас, если уйдете, то ее могут утащить. Ну просто так сказать, ребят. А мы уже соглачем, что стоят. Ну что мне делать? Пош, послушайте. Не, ну согласен хотя бы, чтобы нарушить. Пош, послушайте. Согласен, конечно. Я теперь понял. Просто смысл в том, что вы немножко тоже неправильно делаете, ребят. Знак, во-первых, его не видно. Я ему объяснял, что мы человеком. А то, что вы пиарили. Я вам честно скажу. Я вот из Москвы сам приехал, да? Если бы не было знаков, я бы сам подумал, что сюда можно заехать. Вот поверните сюда. Я не буду вас отвлекать. Давайте. Знак, видите, как стоит. Если вы знаете, вы снимаете, вы должны знать правила дороги. Зачем? Без меня, ребят. Ай-яй-яй! Куда едешь-то? Думаешь, куда едешь вообще? Черт, это колеса. Куда едешь-то вообще? Думаешь? Ну да. Думаю. Знак пешеходной зоны видел вообще? Видел. Поздравляю. ДТП, а стой жди тут. Полицейский. ДТП. Зачем меня сбил, скажи мне? Я тебя предупредить хотел. Ну да, да. Ты прямо залезаешь. Зачем меня сбил, скажи мне? Ты залезаешь под машину. Меня не видно было? А при чем тут видно? А, то есть ты видел и умышленно ехал, да? Ты что думаешь? То есть ты видел и умышленно ехал, правильно? Ты что думаешь? И остановить можно так завтра? Нет, то есть ты видел и умышленно ехал, так? Или что? Устегите. Подождите, милочку. Ну вы на меня... Ну вы на меня... Ну вы на меня сбили. Или как? А как? Вы почему не покинули место происшествия? А что, он не имеет права пешеход? Подожди. Куда я покинул? Вот он. Уезжает. Машина стоит. Он сейчас применит. Черт. Обратитесь к инспекторам по родителям. А он они сами, они оформляют. Я занят сейчас. Инспектор, отреагируй. Возьмите документы, пока вы водите. Сейчас он уедет. Вот туда по пешковой зоне. А что ж вы такие... А потом я вам подскажу. Или вы отказываетесь реагировать, инспектор. А то еще одна вопрос. Ребят, это Воронег, ребят. Вы приезжаете. Наехал на человека, а вы его отпускаете. Мы вам записали. На фишку написать. Я специально скажу вам. Вот. 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 Ну, куда он уехал у вас? Мог же уехать? Правильно? Скрыться мог? Никуда же не буду скрыться. Чего тут живет? Как не скрылся? Сиди здесь. Чего тут живет? Да тут скроется. Чего толкаешься? Я просто иду прямо. Не толкайся. Я тебя не толкаю, правильно? Я тебя не толкаю? Я тебя не толкаю? Широкий, что ли? Какой-то быдло. А что он начал толкаться? Вообще офигеть. А что хотел-то? Я прямо шел. Самый широкий. Прямо. Ты прямо ход что ли? Да. Иди прямо. Мне просто тебе видно, что ты как бы криво ходишь. Да? Ты прямо говоришь, как криво ходишь? А как говоришь криво? И что? К логопеду на громвол обратились. Каждый день ходу. Я обращаюсь. Обращаюсь. Угу. Угу. Ужас какой-то. Ужас. Ужас сам спровоцировал аварию. Надо человека обязательно посадить в тюрьму. Да. Да. За это. За то, что кидается. На пешеходной зоне. Так, это помощь приехал. Вот хорошо. Это тоже у тебя пешеходная зона? Командир. Да. Вот только она заканчивается. Давайте это у вас вышло. Давайте я передам документ для начала. Вы не просите. А ведь смотрите, я вас просто хотел предупредить, что здесь пешеходная зона, что сюда нельзя заезжать. Просто предупредить хотел, чтобы вам не выписали штрафы. Понимаете? Ты посмотри на видео. Ну я ж видел. Я ж видел. Я ж вам махал откуда-то. Говорим по помеху. Скажи-ка, где в жилой зоне. Это не жилая зона. Не жилая. Извините. Пешеходная зона. Где в пешеходной зоне есть эвакуатор? Это тротуар. Где напишешь, что это тротуар? Это пешеходная зона. А статус тротуара она отменяет? Давайте мы с вами посмотрим. Мне покажите. Хорошо. Ладно. Ладно. Согласен. Помехи в том, что создаются в движении пешехода? Мы оформляем. Когда-либо кому-либо из участников движения создаются помехи в движении, то данные транспортные средства подлежат эвакуации. С этим согласны? С пешеходной зоны. С любого места. Согласны с этим? Конечно. ПДД. Я объясню. Когда помехи создаются, подлежат эвакуации, это задержание транспортных средств. Не можете? Подождите. Не ПДД, КОАП надо смотреть. Почему не ПДД? ПДД не написано про задержание. КОАП не написано. А что, полицейский не хочет эвакуировать? Не хочет эвакуировать, да? Как, вы не хотите, чтобы дети ходили тут спокойно? Вы что, против народа, против Путина? Вы так и скажите. А вы провокатор молодой человек? Нет, я паблик. Да, Владимир Владимирович еще говорил, оказывалось содействие активным гражданам на форуме. Помните такое? А мне оказывалось содействие гражданам. А эвакуатор не хотите по какой-то причине? В чем проблема-то? Расскажите. Сейчас посмотрим. Люди смотрят, думают, что за фигня тут вообще происходит. Слушай, а это самое, вы знаете ГОСТу знак вообще? Вот вы снимаете. А он не по ГОСТу знак? Ну вы уверены, что по ГОСТу? Я нет. А тогда основание вашей съемки? Само уж фактическое нарушение является, если знак согласно ГОСТу установлен, правильно? Это к полиции, понимаете? Мы же вас не штрафуем. Не, а вы меня заблокировали. То есть вы посчитали. Мы как пешеходы ориентируемся на знаки. Вы как и водители, правильно? Вот вы видите знак кирпич. Я вам показал, я вам с вами. Пойдемте прогуляемся. Что? Ну я вам покажу знак. Я уходил туда кучу раз. Ну я покажу, вы увидите с машины, его не видят с автомобиля. А почему? Почему он не по ГОСТу и не по ГОСТу? Он есть там, правильно? Перед въездом в пешеходную зону? Ну где он есть? Смотрите, перед заездом, вы знаете нормы знака. И вы снимаете, и вы правда добиваетесь, правильно? Вы должны как минимум информировать. Смотрите, дело в том, что вам тут жить. Если вы хотите тут парковаться, вы можете добиваться того, что здесь сделают парковку. Я вам открою секрет, что вот Алексей мне поведал, что в будущем отделят вот эту дорожку пешеходную от парковки. Вот тут, допустим, сделают парковку, а тут отделят. Не про парковку не расскажем. Вы снимаете на основании то, что якобы мы нарушаем, правильно? Ну конечно. Знаки установлены согласно ГОСТу, вы снимаете. Я понятия не имею. Я вижу знак, как пешеход, правильно? А на основании чего тогда блокировали мой автомобиль? На основании знака. Какого именно? Пешеходная зона. А вот здесь не пешеходная зона? Где? Там тротуар. Смотрите. Главное предназначение. Где? Вот. Люди вот поезды. Предназначение. Вот вы можете какое-то, смотрите. Она отделена от правильной части газоном, бордюром. Все правильно? Все люди снимают. Они хотя бы должны платить. А у вас нет вдруг пятерых целых? Может, я не знаю, а почему от человеческого ничего нет? Почему человеческого? Вы видите, сколько сейчас людей? Я просто предупреждал ходил, и они уезжали. Меня никто не предупреждал. Он встал сзади. Ну, это же не я был, правильно? Это Алексей. Ну, какой Алексей? Алексей, он, у него, наверное, он говорит, что он пешеходный. Нет, мы и до этого с ним ходили, тут и предупреждали. Какого всех, да? Понимаете? Вот. Я бы отъехал. Я заехал вот тут. Ну. Видите как, тут уже как пешеход захочет. Потому что они были знаки. Вот. Вы как брехли на пешеходу. Конечно. А можно вопрос? Вы снимаете автомобили, а почему вы не снимаете пешеходы, переходят в неположенное место? Почему вы с этим не боретесь? Вот. Займитесь этим. А то есть, получается, за что вам проплатили, этим вы занимаетесь? Конечно. Естественно. Получается, проплачено. А какой это смысл? Смотрите. Если вам мешают пешеходы, которые переходят в неположенное месте, то вы можете этим заняться. Вам могут проплатить это, правильно? Уже дают правила согласного. Смотрите. Снимите. Пусть он. Образовывается человек. Вы можете это не образовывать. Или инспектор образовывается. Ну, возможно. Я заезжаю на машине отсюда. Я на легковой машине. Я увижу этот знак. Вы куда въезжаете? Сюда? Получается, вот так поворачиваешь? Ну, конечно. Он справа от вас. Не, но вы задираете. Вот стекло. Вот. Смотрите. Есть еще ГОСТ. Как вы сказали, есть ГОСТ. Да. Есть ГОСТ. Смотрите. Не, не, ну я вас могу в принципе понять тут. То, что он как бы, вот если вы прямо ехали, допустим, вот он тут начинался, его было бы видно. Да. А там должен быть знак. Посмотрите, как вы и правильно сказали, есть ГОСТ. ГОСТ. По ГОСТу знаки должны располагаться на этих самых конструкциях. В городе, если я не ошибаюсь, от двух до четырех метров. Тут вроде два метра вроде есть как раз. Да? Правильно? Нет. Я вам логически, смотрите, даже можем пройти. Я заезжаю на машине. Как я его вижу? Но! Есть решение проще этой проблемы. Давайте. Вот я бы сделал вот тут либо столбики, либо полусферы, чтобы человек не мог нарушить банально. Правильно? Чтобы пешеходы проходили и все. Я вам конкретно по ситуации. Вы же конкретно ситуацию снимаете. Если вы, если знак установлен не по ГОСТу, вы его не видели, да? Смотрите. 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 Вы указываете это в объяснениях полицейскому. Полицейский должен провести, ну, рассмотреть ваше дело административного правонарушения и разобраться, могли ли вы видеть знак. Понимаете? Если вы не могли видеть знак, если он привел к такому выводу, соответственно, то, естественно, никакого правонарушения ваше действие не образует. То есть, вы заветомо знаете, что этот знак возможно не увидеть и все равно снимаете, даже не предупреждаете людей блокируете автомобили. То есть, в чем тогда смысл? Причем то, что мы делаем. Смотрите. Нет. Ваши действия... Факт в том, что тут пешеходная зона, так? Ну, не будете отрицать. Знаки есть. Вот я знак увидел. То, что вы не видели знака, то, что если вы просто там про невнимательность не видели, одно дело. Нет. Согласитесь. Вот она вот ровно отсюда начинается пешеходная зона. Видите? Ну, просто... Как ее можно расположить? Я не понимаю. Два месяца назад, если тут цемент все не застыл. Это я не знаю. Это я не знаю. Вы когда-нибудь за рулем сидели в своей жизни? Когда-то, да, приходилось. Когда-то, да? Да. Батя давал по руле. Да, батя давал по руле. Не садитесь за руль никогда. Советую вам, очень настоятельно. У вас психология не водительская. Хорошо. Не водителя психологии. И вас просто, если вы сядете за руль, вам будет плохо. Извините. У вас психология не водительская. Не водительская. Не водительская психология. Поэтому вы, так сказать, общаясь с водителем, вы друг друга не понимаете. И на дороге точно так же вы не будете понимать. Я ему вообще сейчас сказал, как отменить его штраф. И друг друга вы понимать не будет. Он же вам про знак говорит, понимаете? То, что вы делаете, в принципе, делаете. То, что вы сказали, посоветовали... Мое дело, мое дело маленькое. Мое дело показать, как бы, проблему. А им тут жить, им тут парковаться, им ее решать. Проблему показать, проблему показать. Давайте мы покажем. Хотите, скажу, как вот. Поспятите на этот знак. Ну, на этот знак. Что с ним? И поставьте здесь жилая зона знака. Почему жилая зона? В чем разница знака жилая зона и знак пешеходная зона? Понимаете? Конечно. В чем? Ну, я понимаю, к чему вы клоните просто. Побыстрее, чтобы... В знаке жилая зона пешеходы имеют преимущество перед автомобилем. И ограниченность скорости выхода. И ограниченность скорости. Но в то же время здесь вот люди могут заезжать на стоянку и ставить... А зачем? Карман сделан для стоянки. И они могут. То есть, но пешеходы будут иметь преимущество. То есть, безопасность, требования безопасности будут соблюдены полностью. Все как надо. Да, у них приоритет. И приоритет будет у пешеходов. А зачем же тогда поставили этот знак пешеходная зона? Зачем знак пешеходная зона? А вы как думаете? Вы не задумались? По моей информации, как вот мне местные жители донесли, Тут происходило много ДТП с участками пешеходов. Поэтому задумались и поставили знак. А вот, пожалуйста, давайте задумайтесь и поставим знак жилая зона. Но машины тут не перестанут от этого ездить. Не перестанут. А вот от этого должны перестать были. А смотрите, тем более. Вы же, вот водитель же говорил, не видно знак. Если тут поставить знак жилая зона, его так же будет не видно. И получается, что толку не будет. Да нет, надо поставить в зоне видимых. А почему водитель говорит? Водитель говорит по факту. То, что я говорю, вы посмотрите, что его не видно. Водитель заехал, водителя предупредили, но не ехал. А не кидаться под колеса. А кому я кинул? Вы, нет, не вы. Вот ваш коллега конкретно под колеса. Я не видел. Вы под газель конкретно кидались. Я ему вот так махал за 15 метров. Вы машину могли пропустить. Рядом стояли сотрудники полиции. Могли сказать, вы провоцировали аварию сами. Сами кидались. Смотрите, ладно, хорошо. Я вам конкретно говорю, как это было. Я вам приведу пример. Вот давайте доведем на абсурд. Вот если вы сейчас выбежите на эту дорогу, а водитель не уступит вам дорогу, то он спровоцировал аварию, получается? Ну, получается, водитель будет все равно виноват. Поскольку у нас законодательство такое. Мы конкретно по вашему случаю, вместо того, чтобы вызвать сотрудников полиции, водитель не кое-что вы конкретно кидались под машину. Мы провоцировали аварию. Я его уже хотел предупредить, чтобы он уехал вообще. Я ему вот так махал, говорю, уезжаешь. Нет, я видел, что вы делали. Нет, я же махал, а уезжаешь. Да, вы махались его под капот бросать. Ну, хороший тоже. Ну, он, по крайней мере, сказал, что он меня видел. Да, ну, вы сами умышленно провоцировали ДТП. Умышленно. Это не... Пусть будет так. Кто виноват в ДТП? Водитель. Водитель. Видите как? А зачем он несется? Он не... Может, вы хотели деньги с этого? Какие деньги? Блин, мне нафиг с него ничего не нужно. Ну, я откуда знаю? Я же не знаю ваши умы. Но, в целом, надо бы его наказать. Это да. Надо было бы с него... Прикольно. Ужик-то поиметь, да. Ужик-то по праву с правой. Вы правы, допустим, да? Вы тут живете, вы водитель, правильно? Что вы с этим дальше будете делать? Я... Что вы вот с этим будете делать? Что я делал бы с этим? Не делал бы. Что вы будете делать конкретно? Что я конкретно? Значит, сделать бордюр, тротуар сделать. Во-первых, тротуары сделать. Во-вторых, сделать заезд на стояло. То есть, отделить пешеходов от машин? Абсолютно правильно. Я бы сделал так же. Абсолютно правильно. Что вы тут живете? Что вы будете делать? Конкретно, куда вы будете писать? Что вы будете, куда обращаться? Вот будете. Не там сделали бы, а будете. Конкретно. У меня мы сейчас и под вами. Раз вы так сказать. Настаивайте. Это администрация вроде делает, или что там у вас? Ну вот у Алексея можете поинтересоваться. Он сказал, что тут будут действительно отделять машины от пешеходов, делать реконструкцию. Но как бы тут много, если бы тут не было знаков, повторюсь, я бы, допустим, как водитель, вообще бы не сказал, что это тротуар. Мы сейчас провоцируем аварию серьезную, вот в том месте, где вы организовали заезд. Вы организовали, вы, лично вы и Алексей, своими действиями, вы организовали там заезд и провоцируете аварию. Значит, рано или поздно МАН разрушит вот там канализационный колодок. А вы в этом доме живете? Нет, я не в этом доме живу. Просто если вы тут живете, то надо как с этим что-то делать, понимаете? Я не в этом доме живу. Вот Алексей, смотрите, приходит и уходит, да? А вам тут жить, ну, рядом там, да, или вы в Магнит уходите. Вот надо что-то делать. Значит, вот, меня интересует вопрос, я не готов, значит, просто посмотрите, пожалуйста, конфликтные ситуации, связанные с наездом на пешехода вот здесь автомобиля. Когда они были и сколько? Были ли они вообще? Ну, то, что были, это я точно знаю. Я просто два случая вот видел, два случая точно я видел. Наезда. Да. И наезды, и наезды, и конфликты. Ну, конечно. Где пронесен ущерб имуществу, либо здоровью людей. Вот здесь травма была. Наверное, да. Вот ты еще, скажу, можно тебя перебить. Вот смотри, знак, что вот это запрещает? Да, это самое, остановку трассы. Почему там машины сейчас стоят? Потому что он запрещает в определенное время, там есть уточняющая табличка, если вы посмотрите. Да, это правильно. Ну, а вот ты сейчас другим, представляешь, стоять за 3 километра отсюда. Чтобы сюда попасть, да? В смысле? Чтобы ставить машину? Ну, давайте сделаем. Вот здесь можете ставить машину. Вот здесь можете ставить машину. Ставим Чернамского моста и... Нет, смотрите, вот здесь вы можете везде вдоль дороги ставить машину. Везде вот. Так зачем, если здесь карман был парковочный всегда? Смотрите, что вы сделали, чтобы здесь была парковка? Вот тут вот, как редко. Да зачем что-то делать? Если она предусмотрена архитектурными и планировочными... Так знак же повесить, это не сложно, если она предусмотрена. Вы повесили знак, но неправильно Мы ничего не вехаем Просто администрация города решила, что так будет правильней А ваше мнение? Не учитывалось то, что его не было, понимаете? Вы же не пошли и сказали, вы охренели, блин, там Сделайте парковку, правильно? Тебя кто-то спросил, куда тебя отправить Я, например, может, не хотел в Сауполь служить, но я там служил У меня никто не спросил Но служба в армии это немножко другое Да это не немножко другое, это в Сауполь Так вы, получается, не осознаете свою гражданскую позицию вообще И не понимаете, кто тут власть Власть тут, это не вот эти вот мусора, гаишники и прочие Власть тут вы Если вы захотите себе парковку, встанете и пойдете в администрацию Напишите соответствующие бумаги там И скажете, блин, вы охренели, дайте нам парковку там Ну и сколько-то завет, молени Хотя бы взяли вот эти барюры, убрали, отгородили вот так Чтобы отсюда можно Все, спасибо Так, пастор могу забрать, да? Нет, нет, еще парком и... А, ну все, хорошо, не забыть Вот видишь, оно как? А мог бы уехать спокойно? 36 посылок или сколько там? 60 посылок В следующий раз, наверное, будешь думать сильно В следующий раз, говорю, будешь думать, наверное, сильно, правда Да я постоянно думаю Ну вот, видите, как Спид он до места Этого человека предупреждали, кстати, когда он на меня ехал Так вот, получается, Алексей добился вот за этих местных жителей Реконструкция будет, да Того, чтобы здесь все-таки отделили пешеходов Отделили пешеходов от машин Все правильно? В этом году будет, да Пока временно поставили знаки Ну, также здесь тротуар был Ну, чтобы и ГАИ работало, и, да Конфликты снижать между пешеходами и водителями Вот так Вот, слушайте, а вы говорили Вот Алексей из-за вас добился, получается, того Что здесь летом будет реконструкция И здесь будет парковка отдельно от пешеходов А почему это мы должны решать? Потому что вы тут живете Парковка отдельно от пешеходов А вы знаете, что здесь вот внизу? Под этой парковкой Понятия не имею А вот плохо, что вы не знаете А вы поинтересуйтесь А что там? А вы поинтересуйтесь, подумайте Я у вас интересую И вот к чему это приведет потом Какая канализация? Это ГТС Причем здесь не просто канализация Здесь коммуникации и серьезные ГНС это другое ГТС Телефонная сеть А вот здесь идут коммуникации Поэтому тут надо подумать Как правильно сделать Если мы присоединим к дороге Выдержат ли Нет, вы неправильно поняли Вот это будет парковка Отдельно, чтобы просто машина Ну так же как сейчас Вот этот бордюр мы переносим сюда А тут там ставится знак парковки Вот это правильно Нет, все по уму Все по уму должно сделаться Нет, это реконструировали незаконно Здесь газон вырубили Вот здесь тоже был газон И здесь газон шел до конца Нет, газон здесь Просто вырубили под шумов И все Ну надо было сделать Нет, они же недавно были А в этой же части трудно делать Там надо согласовывать Они решили отсюда сделать Понятно, как это делать? На творение чудеса Да-да-да, значит надо просто было Ну тогда надо к ним Эти все претензии Сейчас уже концов не найдешь Уже администрация будет сама делать Теперь остается Теперь остается Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok